Приветствую вас, Арина. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Ну вот, в первую очередь, наверное, хочется обратить ваше внимание на следующие вещи вы говорите с одной стороны, что, вроде бы, ваша мама начала пить, начала прятать коньяк, ну, прятать алкоголь, начала, вроде бы, а вот, с другой стороны, вы пишите, что уже на протяжении двух лет она так делает. Честно говоря, я не очень понимаю, где здесь правда. Ну, то есть, где здесь вообще, вот, истина-то, собственно. Где здесь, где здесь, эм, вот, как бы, факт. Потому что, ну вот, вы вроде бы говорите, что она начала, ну, пить, какое-то время назад. Но, при этом, уже, значит, на протяжении двух лет, прятаясь на месяц, да. То есть, для вас это, вот, для вас, получается, эм, ну, что... что для вас получается 2 года это начало... недавно начало только. Как-то мне кажется это немножко странновато, не находится? Вот. Ну то есть вот, по крайней мере для меня это немного странно. Следующее, вам надо бы на мой взгляд изучить тему созависимости. Вот. Потому что вы теряете личные границы со своей мамой. Ну то есть вы, по сути, практически вы их не чувствуете. Вот. То есть вы не ощущаете этих самых границ, которые у вас есть, точнее которых у вас нет с мамой. Вот. И как бы это вот как раз та самая, на мой взгляд, проблематика, вот, на которую вам в первую очередь нужно обратить свое внимание. Вот. Потому что мама в первую очередь чувствует вашу неуверенность в себе. Вот. Вот. Мама в первую очередь ощущает, что вы как бы сомневаетесь в том, насколько вот можно делать по отношению к ней что-то. и таким образом ситуация, ну, как бы не справится. Ну вот сама по себе, к сожалению. Вот. Дальше. Значит, вы говорите, забираем, когда забираем бутылку, не понимают. Вот тоже, на мой взгляд, это достаточно важный момент, кто мы, кто мы забираем, забираем, мы забираем, кто мы, кто это мы. Хотя хотелось бы вот этот момент как-то тоже немножечко рассмотреть, кто такие мы, если кто такие мы. Потому что, как бы, тонкая тонкость в том, что никаких мы нет, если вы, есть кто-то еще, кто забирает бутылку, но личной ответственности здесь нет. Как? Нет вашей какой-то осознаваемой активности. Вот. Следующее. Так. Наша бутылка уходит за два, то есть за один день. За счет давления она пытается понять, почему? Боюсь, в начале разговора довести ее. То есть, одним словами, вы попали в тупик, вот. То есть, и поговорить с ней, вроде как, неуместно, да, потому что вы можете ее довезти. И бутылки вы от нее прячете и, соответственно, хотите ей помочь. Вот. И оставить. Так, все. А что еще вы не можете. Вот. Ну, здесь в первую очередь вам нужно увидеть деструктивность своего поведения. Вот. 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 Жертвенность своей позиции и выбрать, сделать выбор. То есть, найти в себе, найти в себе мужество сделать выбор. Вот. Потому что только сделав выбор, вы сможете двигаться дальше. Ну, я имею в виду, вот, в этой вот ситуации, в том числе, да, как бы, в этой вот истории, как бы, да. Вот. Поэтому это очень такой важный момент, и я полагаю, что довольно-таки для вас почему-то болезненно. Вот. А почему? Это вопрос, вот, на который нужно найти ответ, как мне кажется. Вот. Ну, опять же, по какой причине, да. По причине того, что без выбора вы не сможете четкой стратегии придерживаться, а это вашей маме, как бы, ну, отсутствие четкой стратегии вашей маме не поможет. Вот. Потому что сама, сама она, если бы могла, давно уже справилась бы, вот, с ситуацией, раз она справиться не может, значит, ей нужна помощь. А помощи вы, получается, как раз вот, по факту ей не даете, потому что четкой позиции у вас, четкой позиции нет. Ну, вот. А что, как бы, занять четкую позицию мешает, вот, мешает тревога, страх и так далее. Вот. Не знаю, надо ли говорить о том, что такой путь приведет в итоге к тому, что все будут страдать. То есть, ну, я не знаю, просто надо ли об этом говорить или нет. Или это очевидно. Вот. Но. Тем не менее. Вот. Хочется, чтобы вы как-то вот это вот для себя, да, постарались бы понять и увидеть. Потому что, ну, ситуация сама по себе не решится. Никак. Никак. Дальше. Эм, так. Прошлые жизненные проблемы, конечно, были. Может быть, она думает о них, но работа в реакцирах по большим проблемам нет. Ранее благодарю за ответ. Ну, вы здесь, на мой взгляд, решили, решили сами. обозначить проблемы, которые у нее есть. Это же с мамой нужно разговаривать. То есть, ну, вот. Мама, мне кажется, сама должна, ну, решить, какие, а, есть у нее проблемы или нет у нее проблем, вам не кажется, а, значит, ну, вы говорите, что простые проблемы. Ну, может быть, просто откуда вы знаете, что нет проблем в тех сферах, вот. А два года, что она начала так делать, что происходило два года назад, условно говоря, да, так сказать. Вот, это всё важно достаточно момента, вот. А вы, ну вот, так вот к этому относитесь, ну на мой взгляд, на мой взгляд, да, несколько покровительственно, что ли. Вот, как будто бы вы ставите стопионат мамы, вот, но мне не кажется, это просто конструктивным чем-то, вот. Поэтому я, конечно, не знаю, вот, но если вы хотите маме действительно помочь, то я бы сказал, что надо было как-то вот отказаться немножко вот, от этой истории, связанной с решением за неё. Вот. То есть, она сама может сказать, что её беспокоит. Вот. Что её тревожь передала. Вы говорите о том, что, значит, ну, вы благодарите, благодарите за ответ нас. Я бы хотел, эм, отдельным, эм, пунктом, вот этот момент, эм, пометить. То есть, эм, какого ответа вы хотите, хотите, вот вы же, эм, не задали вопроса никакого вроде бы, эм, ну, если, эм, меня память не изменяет. Вот, вы просто описали определённую ситуацию, вот, вы описали свои страхи, а вопросов, вопросов, если бы вы не задали, эм, вопросов, вопросов свои. Понимаете, в чём штука-то? Вот, вот. Поэтому. А, ну, на что, на что поблагодарить? Как бы. Вот. Поэтому, я думаю, э, я думаю, что, вот, то что, э, то, что вы, э, не задали вопрос, э, свой, э, э, это, э, э, не задали вопрос, э, э-ээ. Не случайно. Я думаю, что вы не задали свой вопрос именно потому, что в глубине души решать его вам либо сложно, но иными словами вы можете не верить в то, что этот вопрос решится уже. Или над вами настолько давляют ваши страхи, что этот вопрос это как-то вот страшно, ну может быть вам. Поэтому я бы здесь обратил бы внимание в первую очередь на эти нюансы, вот, потому что это важно. Обратил бы на эти нюансы, вот. Поработал бы с собственной тревожностью, вот. Потому что, ну, тревожность она вам мешает, да. Тревожность, страх не позволяет вам как-то вот, ну, двигаться дальше, вот. Вот. И после этого уже смотреть в сторону того, как дальше действует. Вот. Понимаете, да? Что я имею ввиду? Вот. Вот. Вот, пожалуй, ну, наверное, какой-то вот такой ответ вам я мог бы дать сейчас. Сейчас. С точки зрения психологии, вот. С точки зрения психотерапии, вот. С точки зрения своего опыта и так далее. Также я рекомендовал бы почитать книгу Валентина Маскаленко «Алкоголизм. Семейная болезнь». Вот. Ну, настоятельно рекомендовал бы почитать эту книгу, потому что она позволит вам некоторые вещи для себя понять лучше. Вот. Совершенно очевидно. Вот. Ну, то есть, некоторые вещи понять лучше, чем вы их понимаете сначала. Вот. И вам нужно, нет никакого сомнения, вам нужна помощь специалистам. Вот. Вот. Потому что сами вы, вероятно, не справитесь с данной проблематикой, конечно. Вот. Ну, просто потому что это крайне сложно. Вам, с учетом того, что вы можете, там, бояться, что доведете свою маму и прочее, 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 прочее. Вот. Поэтому я думаю, вот, я думаю, что какой-то такой ответ вам можно дать, опирается на вашу историю. Вот. И я думаю, что как-то так можно вам помочь опираясь опять же на вашу историю. Вот. 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 А мне кажется, это оптимальный. Ну, оптимальный момент, смысл. Вот. Вот. Значит. С точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. Удачи вам. Всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Продолжение следует...